Доброе утро. У меня такой доклад кулинарный сегодня. Почему так? Мы много лет выступаем на конференциях Клик, являясь одним из старых клиентов, рассказываем про наше приложение, про то, как мы самыми разными способами используем Клик, достигаем эффектов. И каждый раз после конференции или во времени задают вопросы, с чего начать, что бы вы сделали по-другому и к чему вы пришли. И я впервые за последние три дня сделал такую презентацию и делаю еще в первый раз такой доклад, который посвящен всяким моментам, как стартовать и куда вообще развивается аналитика в крупной компании. И опыт такой специфичный, потому что я много лет работаю в большой организации и изучаю разные тренды, изучаю лучшие практики. У нас много референсов, куда мы ездим, кого мы принимаем. И вот я как бы расскажу рекомендации, которые часто задаваемые вопросы могу дать с обзором международных практик, что к этому относится. И это больше про то, как начать проект аналитики, как не сделать ошибок и во что он превратится через много лет. Потому что мы часто думаем про то, как реализовать первые приложения и какие они будут. Но нечасто задумываемся о том, к чему мы придем через 10 лет. А мы вот этот путь прошли. И я немножко вас переведу в будущее, чтобы вы могли в настоящем расширить контекст и, может быть, немножко внести правки в вашу аналитическую программу. Сначала про нас. Я представляю сбытовой блок «Газпромнефти», который называется «Дирекция оригинальных продаж» или кратко «ДРП». Будет в нескольких слайдах такая аббревиатура. И это примерно 30% всей группы «Газпромнефть». У нас больше 20 тысяч сотрудников в нашем блоке. И сюда входит сеть АЗС «Газпромнефти». Много станций, собственных больше полутора тысяч. Всего больше 1800 станций в России и странах СНГ. 29 регионов в России, 4 страны СНГ присутствия. При АЗС у нас есть сеть из больше 800 магазинов и кафе. И это чистый ритейл. То есть мы, например, продаем очень много кофе. У нас миллиарды рублей выручка от продаж кофе только. И там ассортимент десятки тысяч позиций, шоколадки, булочки и так далее. И все. В общем, большая розничная сеть. У нас есть продажи корпоративным клиентам. Для розничных клиентов есть программа лояльности, в которой больше 11 миллионов человек. В нашем же блоке крупные мелкооптовые продажи нефтепродуктов. Биржевые продажи нефтепродуктов. И также у нас есть дочки, которые осуществляют внутренний процесс управления нефтебазами, внутреннюю логистику. Своя компания «Газпромнефтранспорт» входит в наш блок. И, собственно, сеть лабораторий стационарных и мобильных, которая работает как внутри нашей группы, так и на внешний рынок. Большой бизнес, мультиканальный. Не только продажи, но и внутренние сервисы. И также у нас есть производственные процессы внутренние. То есть с точки зрения данных настоящий клондайк. И мы начали наш проект, наше путешествие с клик в конце 2012 года, когда мы купили первые лицензии и прошли большой путь. Вот текущие параметры системы. У нас клик интегрирует больше 140 источников. Из них есть больше 50 внешних источников. Это разные веб-сайты, погодные сайты, биржевые сайты. Например, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, где есть разные индексы цен на нефтепродукты ежедневные. И много-много всего другого. Данные партнеров. У нас больше 250 приложений в эксплуатации и больше 1100 пользователей. И вот функционал, он очень разный. Это все за много лет то, что было сделано. Поэтому мы используем клик вообще во всем разнообразии. И это все шло шаг за шагом. И вот за разные годы мы выступали на мероприятиях клик и показывали разные приложения. Тут есть приложение 2014 года, есть приложение 2013 года, есть приложение прошлого года. Вот я сделал такие скриншоты. Сегодня будет не про приложение. Я расскажу про то, что вокруг этого. Потому что про приложение здесь многие докладчики тоже расскажут. Наш путь, с чего он начинался. Я начну с 2011 года, когда у нас стартовала аналитическая программа. У нас возникла потребность в том, чтобы со всех регионов, со всех наших больше 200 баз данных собирать данные в одном месте, для того, чтобы выходить к единой версии. Вот то, о чем только что рассказывал докладчик из мегаполиса. И первое, что мы сделали, мы начали искать решения на рынке BI. У нас эта процедура не быстрая в большой компании. Много вендоров приезжали. Мы ходили на референсы. Но самое главное, мы в самом начале запустили проект параллельно выбору внедрения системы управления нормативно-справочной информацией или мастер-данными. И к моменту, когда мы стартовали BI, она уже существовала. Я чуть дальше об этом расскажу. И дальше мы успешно стартовали. Вот в 2013 году мы запустили первые приложения, подключили к ClickView больше 1200 АЗС и стали каждые два часа по ним собирать потранзакционно данные. То есть продажи до строк чека со всех регионов, которые работают на разных АСУ. Нам пришлось очень много всего подружить. И самое главное, данные ни с чем не сходились. Их невозможно было проверить, потому что вся отчетность, с которой сверялись, она была некорректной. И мы брали ленты чеков реальные, по ним сверялись. Только так мы проверили, что данные в клике реально правильны. И потом у нас, когда проект успешно завершился, была сокращена куча сотрудников, которые занимались до этого подготовкой отчетов в Excel, то начался рост внутренней практики и рост числа сотрудников. Мы съездили на конференцию в США в 2014 году и поняли, что то, что нас отличает от компаний, которые используют BI-инструменты по 15 лет, это не дизайн дашборда внешнего, он может быть очень красивым, а это именно практики, как бизнес использует эти данные для принятия решений и насколько он этим данным доверяет. И у нас появилась, после того, как мы приехали, появилась группа по качеству данных. То есть люди, которые стали full-time заниматься вопросами качества данных. Я чуть дальше расскажу об этом. Ну и дальше мы очень успешно развивали практику, используя внутренний ресурс. Мы отказались от внешних подрядчиков постепенно и создали внутренний центр компетенций. И вот 4 года, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, мы очень дешево внутренним ресурсом сделали гигантское количество функционала в клике. И казалось бы, что все, мы все охватили, и вроде бы как у нас классно работающий клик, нам пол России приезжала на референсы. И вот в 16-м году начались проблемы. Проблемы, не связанные с кликом, а связанные с тем, что у нас накопилось много данных за много лет. И возникли задачи, которые не связаны с BI. В BI стало очень много сложных расчетов, и пользователи стали хотеть еще более сложных вещей, связанных с продвинутой аналитикой. Пользователи хотели очень быстро понимать происхождение данных, видеть цепочки происхождения актуальные. Пользователи хотели понимать, что правила по качеству данных друг другу не противоречат, и что они достаточно полно покрывают спектр проверок. То есть если у нас какой-то критичный для бизнеса функционал, который реализован в клике, то нам очень важно понимать. У нас, я рассказывал в прошлом году на такой же конференции, что мы в какой-то момент перестали принимать в работу задачи, связанные с разработкой приложений, если заказчик не формулировал требования к качеству данных. Мы просто отказывались делать такие приложения, потому что мы знали, что потом к ним не будет доверия, и они не будут использоваться. Всегда будут сомнения. Поэтому на старте разработки мы требовали от заказчика максимально описать все критерии, по которым он этим данным будет доверять. И мы это закладывали в архитектуру. У нас в каждом приложении стала возникать закладка качества данных, и на этой закладке возникают все формы проверки данных, которые дадут заказчику понимание, что у него данные корректны. То есть подтягиваются данные из других систем, какие-то сверки делаются, какие-то показатели вводятся, и пользователь всегда может убедиться. И эта закладка постоянно актуализируется. То есть возникает какой-то инцидент с данными, он устраняется, либо автоматизируется, либо добавляется новый отчет. И вот мы пришли к тому, что у нас стали таких отчетов порядка 1200 в разных приложениях. И мы не понимали, это полная картина, неполная, она противоречит друг другу, или она гармоничная. В общем, стали возникать такие вопросы. И мы поэтому в конце 2016 года стали думать о том, чтобы дополнить клик другими инструментами, и стартовали программу, которая состоит из двух проектов. создание озера данных и создание системы управления данными. И это то, к чему рано или поздно приходит каждая аналитическая программа, если она правильно развивается. И вот сейчас мы как раз в активной фазе ввода в эксплуатацию этих решений. У нас уже много всего работает бизнес-критичного, и часть функционала из клик перенесена в эти решения. Да, я вот об этом пути хочу рассказать. И да, вот такой, когда мы стартуем наш проект, то мы всегда имеем много альтернатив, какие выбрать продукты, как начать, как организовать команду, как организовать архитектуру. И вот эти вопросы постоянно задают. Я сделал такие слайды, в которых вверху будет желтый вопросик, и на него будет ответ, который бы я дал, если бы мне задали его устно. Эти все вопросы, они спорные. То есть сколько у вас будет экспертов, столько будет мнений. Поэтому я даю однозначный ответ и стараюсь объяснить, почему он такой. Исходя из нашего опыта корпоративного и исходя из тех трендов, о которых я знаю, которые происходят в аналитике. Поэтому я и сказал, что это кулинарная презентация про то, как выпечь блюдо, как применить какой-то авторский рецепт, какие слои заложить, чтобы пирог получился с рыбой удачным. Сколько времени нужно выдержать. Вот это про это. Очень легко стартовать BI-проект. Когда у вас много данных, то я собрал такие очевидные выгоды. И если вы эти выгоды правильно разворачиваете в своей практике, то вы привозите вашего топ-руководителя на конференцию с красивыми стендами, ему показывают дашборды, и ваш проект продается. Это прямо очень легко сделать. Но нужно все время помнить, что как бы вы ни начинали, у вас дальше две альтернативы. Либо вы проект быстро заваливаете, и для этого много путей, либо он развивается успешно. И если он развивается успешно, то вы рано или поздно охватите кликом очень много или своим BI-другим решением. Потому что это понятно бизнесу, это очень хорошо монетизируется, и это привлекательно. То есть есть внутренняя конкуренция между руководителями. Если у одного из них что-то взлетает, он начинает этим пользоваться, это красиво выглядит, то все остальные тут же начинают тоже подтягиваться, чтобы затянуть себя тоже в контур BI. По-нашему так происходит. И в вашей системе накапливается все больше данных, она их интегрирует, и постепенно ваш BI, на чем бы он ни был, он содержит все больше уникальной информации, которой нет больше ни в одной системе. И его популярность только возрастает. Это уже такой аттрактор, к которому все больше притягивается. И рано или поздно вы должны выйти за пределы BI. И нужно осознать, что это всегда происходит, и вам на старте нужно всегда продумывать не только внедрение BI, но и следующие шаги, к которым вы придете. И это то, что можно назвать аналитической программой. Для того, чтобы представить спектр того, к чему можно прийти, я бы рекомендовал обратиться к двум источникам. Один из них – это очень хороший труд, который называется Dama Dainbok. Dama – это международная ассоциация по управлению данными. А Dainbok – это Data Management Book of Knowledge, книга лучших практик по управлению данными. Вот в июле 2017 года вышло второе издание. Оно очень классное по содержанию. И в следующем месяце, в ноябре, выходит русская версия, русскоязычная этой книги. Это такая очень толстая книга формата А4. И она выйдет на русском. И я очень рекомендую ее прочитать, потому что она дает такое очень системно проработанное представление, что BI является частью очень комплексных процессов. И как его можно увязать с чем, какие могут быть входы, выходы, какие связанные вещи, какие роли нужно создать, какие вопросы и куда это приведет. Вот здесь это очень хорошо описано. И второй источник – это материалы консалтинговых компаний, те, кто занимается исследованиями рынка технологий. И это прежде всего компании Gartner и Forrester. И я рекомендую начать с материалов Gartner. Мы все знаем про магические квадранты Gartner, по которым часто выбираются решения, или смотрится, какой функционал вообще есть. То есть чем хороши магические квадранты. Там не только есть рейтинг вендоров, но там есть еще и описание, какой вообще функционал, например, в BI-решениях вообще существует в принципе. И вы можете, прочитав, понять, ну вот я какой-то продукт выбираю, в нем вот это есть или нет. Даже хотя бы понять то, что вам предлагают, если это не мировой лидер, насколько вам вы упускаете какие-то возможности. И я пять лет вхожу в число экспертов Gartner, которые заполняют огромные анкеты для магического квадранта. И я сейчас являюсь подписчиком Gartner и постоянно езжу на разные мероприятия. И у Gartner есть очень много полезных трендов, которые объясняют, куда движется аналитика. И там очень детальные вещи, которые крайне важно понимать, что вы что-то делаете, но, как правило, Gartner это описал. Вот, например, вещь, когда мы заменяем функционал, часто меняющийся из Oracle и SAP на BI, это общая тенденция. И Gartner называет это PaceLayered Application Strategy. И можно описать, можно прочитать у Gartner, как она правильно строится, кто ее внедрял, какие эффекты. И вот это частный случай. Вот я сейчас слышал в докладе. Но это на самом деле общая тенденция, и она описана, как с этим работать. Ну и также Gartner описывает, как трансформируются компании, и про то, что данные… То есть если раньше у руководителей было три фокуса, люди, процессы и технологии, то они говорят, что сейчас данные являются четвертым фокусом, поскольку все больше процессов цифровизуется, люди постепенно исключаются, то руководители должны сделать четвертый фокус и на нем тоже сконцентрировать свои усилия. И как это культурно проводить. Вот это очень ценные материалы, и особенно если у вас есть возможность ездить на Gartner Data Analytics Summit, который проходит каждые два месяца в разных точках мира, то это прям волшебная возможность сформировать комплексное видение про аналитику своей компании. Самый главный слайд про всю историю, то, что дальше буду говорить, из нашего опыта, что все внедрение аналитики – это путь роста доверия к данным. Вот все, что дальше вытекает, технические вещи, приемы, рекомендации по тактике внедрения – это все про рост доверия. То есть если вы про это помните, то вы выстроите правильно свою тактику и стратегию. Вот самый важный слайд. Ну, сначала какие-то эпические примеры из истории про то, как сложные, большие, дорогостоящие проекты завершались неуспешно из-за данных. Ну вот, очень мне нравится кейс из истории НАСА, когда две команды разрабатывали ПО для летательного аппарата, и он в итоге взорвался из-за того, что у них были разные единицы измерения. Они работали в разных странах, и оказалось, что никто это не проверил. Да, и аппарат упал. Очень много денег потрачено. Ну и такой трагичный японский кейс, когда трейдер в поле цена акции ввел количество, а в поле количество ввел цену, и биржа не только это приняла, она продала акции в несколько раз больше, чем вообще у фирмы эмитента было выпущено в оборот. То есть тут столько ошибок в данных, и компания 225 миллионов долларов потеряла из-за вот этой ошибки, из-за некачественных данных. И вот это про BI. Когда вы стартуете, тоже вся история актуальна. Она про то, что вы можете сделать очень крутое приложение с красивым интерфейсом, с классным дизайном, с логикой перехода, но если ваш руководитель или заказчики хотя бы один раз увидят там некорректные данные, то ваш проект закончится. Вы потеряете доверие, и у вас не будет бюджета на развитие, у вас не будет команды. То есть это все, конец. Поэтому лучше идти постепенно работать с деталями и выходить уже с тем, что проверено, или вы организовали процессы для того, чтобы обеспечить качественные данные, устранение или объяснить, что происходит. Опять же, сегодня нет у нас докладчика из Gartner. Я часть его заменю. Очень важная концепция, которая есть у Gartner, называется аналитические домены. Analytics domains. Гартнер называет это от BI к AI. И это такие четыре квадрата, которые идут один за другим. И они утверждают, что вот это уровни зрелости в развитии аналитики, которые каждая компания так или иначе проходит. И первый уровень называется информационный портал. Он про то, что компании стараются гармонизировать свои данные и прийти к единой отчетности. И это тот этап, когда мы выверяем справочники, делаем какие-то системные мэппинги, устраняем дубли и автоматизируем какую-то постоянную отчетность с фиксированными формами. И она начинает у нас автоматически собираться. Если этот этап не пройти, то следующий этап, он не будет работать как надо. И опять же, доверие будет утрачено. Потому что Гартнер говорит, что каждый этап такой в крупной компании занимает несколько лет. И если компания его не делает, то она возвращается на него снова и снова, пока не устранит. Следующий этап – это селф-сервис. Когда мы создаем какие-то самообслуживаемые биоинструменты, где у нас есть модель данных в виде какого-то куба или звездочки, снежинки, которые пользователи могут самостоятельно вращать. Или мы делаем песочницы, где пользователи могут сами собирать приложения. И они начинают развивать свой функционал. И это следующий шаг, когда мы уже начинаем, даем пользователям свободу на каких-то выверенных данных. И вот очень важный этап, то что после этого начинается этап жизни компании, который называется исследовательская лаборатория, Data Science Laboratory. И вот сейчас, как говорит Гартнер, большинство компаний, они как раз находятся на промежутке между вторым и третьим этапом. И если вы неправильно начали проект BI или не предусмотрели переход с следующего этапа, то он будет у вас очень трудным. Потому что вот этот следующий шаг, он требует других инструментов, другой культуры работы. И вот нужно всегда про него помнить. Ну и когда вы переходите на третий шаг, то переход на четвертый, про него тоже нужно думать. Потому что создать песочницу с питоном, это очень легко. Но чтобы это превратилось в работающий искусственный интеллект, следующий шаг, нужно обеспечить очень много других инструментов. То, что называется управлением данными. И это очень комплексный продукт. Я вот сейчас кратко про них тоже расскажу. Ну и вот говорят они также о том, что часто амбициозные топ-менеджеры или не топ-менеджеры, а просто руководители хотят сразу перейти на третий или четвертый этап. Ну с нуля. Они говорят, ну сейчас запустим искусственный интеллект или машинное обучение у себя и улетим в космос, обгоним всех конкурентов. Да, в песочнице это можно сделать на коленке, на несистемных источниках. Умные ребята могут что-то сделать. Оно будет три дня хорошо работать. Но потом в какой-то момент, так как у вас нет культуры работы с данными в компании, выстроенной предыдущими этапами, у вас в какой-то момент модели крутые, сработают некорректно. И вы опять утратите доверие. И вы уволите команду, если вы топ-менеджер, которая все это делала, и наймете новую. И сделает это второй и третий раз. Но все проблема в том, что вы не прошли первые шаги, и вы должны их очень хорошо вернуться и снова их сделать. Поэтому нужно про это помнить. И когда вы развиваетесь, то у вас постепенно должны решаться. Вы должны себе ставить галочку и вводить постепенно новые роли в компании, которые соответствуют этапам, на котором вы находитесь. Ну и в крупной компании есть много подразделений, у которых разный уровень зрелости. Да, вот у нас в дирекции есть много департаментов, управлений, у них разный уровень зрелости. Где-то уже наступил третий этап, а где-то еще первый. И это тоже неоднородная история. То есть нужно тоже про это помнить. О чем я говорил, чтобы это не было неопределенными терминами. Вот что такое продвинутая аналитика? Здесь приведено определение. Если кратко, это то, что за пределами Excel, за пределами арифметических операций. И переход с одного домена, с одного уровня на другой происходит плавно. В какой-то момент у вас возникают комплексные кейсы, и вы часть делаете, наводите порядок с мастер-данными, часть кейсов у вас идет в BI, часть вы используете уже методы продвинутой аналитики для того, чтобы с ними работать. И вот у вас уже начался постепенно переток из второго в третий квадрант. То есть переток протекает постепенно. А искусственный интеллект – это как бы здесь тоже определение в заголовке класс технологий, способных самостоятельно выполнять задачи для решения, которых раньше требовались люди. Но в целом это про то, когда у вас много моделей уже работают отлаженные аналитические, и вы связываете их скриптами, исключая то, что человек делал раньше руками. То есть это следующий шаг. То есть если Data Science лаборатория – это когда вы делаете сами модели, то искусственный интеллект – когда модели у вас между собой общаются без участия человека, скажем так. И по мере того, как вы идете от одного уровня зрелости к другому, у вас появляются в компании разные роли. Это тоже картина из Gartner. И у вас возникают разные виды данных, задачи обработки данных. И вот мы этот путь постепенно год за годом проходили. Аккуратно. И я вот сейчас покажу, что у нас происходило. Вот подразделение, которым я сейчас руковожу, называется Центр аналитических решений. И когда у нас начинался проект BI, я сказал, что это был конец 2012 года, то я был единственным человеком, который этот проект координировал. То есть я работал и работаю в блоке финансового директора. И это не бизнес и не ИТ. Это что-то среднее. И это очень хорошо. И я был единым ответственным лицом за проект со стороны бизнес-заказчика и был РП как со стороны IT. Одним человеком. И у нас были подрядчики по клику и было еще 6 подрядчиков, которые дорабатывали системы источники. То есть 7 подрядчиков в одном проекте. И когда мы успешно завершили проект, то у нас стали появляться внутренние роли, которые стали заниматься BI. И была логика в том, как эти роли появлялись. Я дальше расскажу чуть подробнее про их функционал. Но самое главное, что мы сначала создали ресурс аналитиков, системных аналитиков, архитектов, разработчиков. Проскопировали тот ресурс, который был у подрядчика, он стал нашим внутренним. Такие же роли. Затем у нас появились более сложные роли эксперт по качеству данных, основанные на практике западных компаний. И роль администратора, того, кто управляет ролями, инфраструктурой, потому что масштаб системы стал расти. Дальше у нас появился архитектор данных. И когда мы стали переходить от BI к более широкому ландшафту, то наш центр компетенции BI перерос в нечто большее. Сначала мы назвали его офис управления данными, потому что основные проблемы у нас были связаны с управлением данными, с построением единого каталога правил по качеству данных, с происхождением данных, с единым глоссарием и так далее. И вот мы ввели роли, которые у нас стали заниматься данными, и у нас появились дата-сайентисты, потому что стало много задач, инициатив в бизнесе по проверке гипотез. И мы создали эту роль. И вот в этом году у нас уже 60 человек в подразделении централизованном. И он включает в себя кроме BI разработки, разработку озера данных, центр компетенции по дата-сайенс, группы по управлению метаданными, по качеству данных, группы системных аналитиков, и даже небольшой офис развития компетенции в аналитике. То есть у нас появились внутренние тренеры для бизнес-сотрудников, которые обучают аналитическим методам. Вот почему именно так, я сейчас и расскажу по шагам. Вот. У нас наш путь, как бы развития BI, он был в том, что постепенно, год за годом, сценарии использования BI все более усложнялись. И усложнялись они, и, наверное, у всех компаний так и происходит. Мы сначала оттачиваем инструмент на простых инструментах, а потом у нас начинает расти количество источников данных, которые у нас интегрируются в одном приложении, и начинает расти сложность расчетов, которые мы себе позволяем реализовать. Да, и у нас уже в 2014 году были приложения, в которых больше 500 тысяч формул было запрограммировано. Да, это прямо очень много. А в 2016 году мы ввели приложение, у которого было 22 системных источника. То есть 22 системы отдавали данные в одно BI-приложение. И вот эволюция, она была в том, что вот стрела идет туда, вверх. Растет количество источников, из которых мы одновременно интегрируем данные, и растет сложность инструментов. В сентябре я делал в Питере, я сам из Петербурга, я делал большой доклад, который называется «Комплексные BI-инструменты для финансового директора». И вот видеозапись этого доклада 50 минут, рассказ про наше приложение и вот про то, как мы шли по этому пути. То есть на каждую цифру там есть скриншоты и описание функционала и рассказ о том, как это работает. Я рекомендую, если вы хотите увидеть, как вообще можно использовать клик, таким способом, как даже вендор не догадывается, вот в этом видео мы это показали. То есть вот мы все, что может платформа, реально выжили, и оно здесь есть. Вот эта презентация, она будет разослана, и вот эту ссылку, ее можно будет посмотреть. Я ее привел, потому что очень полезно увидеть эволюцию и как очень сложные вещи, и о которых вот говорил мой коллега, предыдущий докладчик, и о том, что он сделал, и что он мечтает. Мы это тоже пробовали, и это тоже можно посмотреть. И общий вид на это то, что мы так или иначе работаем с аналитическим конвейером, и приходим к какой-то аналитике. И вот сам конвейер, он занимает 80-90% работы. И на ранней стадии, когда вы стартуете проект, у вас возникает вопрос, как сделать этот конвейер, во-первых, во-вторых, сколько раз он будет переделываться. И мы стартовали с того, что мы использовали возможности клика для хранения данных, в отличие от других BI-продуктов, для того, чтобы конвейеры построить на клик и очень много раз их переделывать, потому что пользовательский опыт менялся, требования менялись, и вот нам это позволило успешно стартовать. Слайд из Gartner, то же самое, что я сказал про наш опыт, я вот подкрепляю как бы слайдом из Gartner, о том, что возрастает глубина аналитики и сложность данных, то есть то же самое количество источников. У них такой слайд. И бизнес все больше от этого зависит. Вот с чего начать? Первый вопрос, вот желтый вопрос в углу слайда. Нужно ли иметь обязательно хранилище данных? Когда мы стартовали проект, у нас в дирекции, в нашем блоке не было централизованного хранилища данных. И наш IT-блок, конечно, сказал, да, ребята, ну вы смешные, вы через год к нам приползете на колени, будете умолять, чтобы мы вам сделали хранилище. Но мы решили, что у нас ранний уровень зрелости в BI тогда был, да, в 2012 году. И мы попробуем концепцию, которую сам же Клик предложил, о том, что можно делать аналитику без хранилища. Используя, опять же, возможность платформы Клик хранить данные. И вот я скажу, все задают вопрос, успешно ли это был опыт. Я считаю, что был самый успешный вообще старт проекта, то, что мы обходились без хранилища. Сейчас у нас есть проект создания хранилища именно в нашем блоке. И я скажу, что это в пять раз дольше, в пять раз дороже те же алгоритмы реализовывать, чем мы это делаем на Клике. То есть там, конечно, все очень системно продумано, сложные модели данных и так далее, но с точки зрения надежности и производительности Клик не уступает. Мы накопили большие массивы. У нас в начале 2017 года первый слой Клик содержал больше 20 терабайт данных в сжатом формате. Это структурированные данные, не медиа. Это очень много. И Клик с этим нормально работал. И вот мы как бы договаривались с IT-блоком о том, что мы работаем без хранилища, пока мы не наткнемся на технологические ограничения. Мы наткнулись на них при нашей очень большой компании с очень большим массивом данных через 4 года. Но за эти 4 года мы сделали буквально прорыв с точки зрения бизнес-кейсов. То есть благодаря использованию одной компоненты у меня один разработчик утром подключившись к источнику, вечером отдавал заказчику продуктивное приложение для работы. Но дальше начиналась работа с ним и слои менялись. То есть мы, как и Мегаполис, сделали структуру слоев. Это QVD файлы, которые используют клик, очень компактные, это сжатый XML. И мы выстроили 4 уровня слоев. Слой экстракции данных, где хранятся копии исходных данных из источника, которые нужны для аналитики. Слой трансформации данных, где идет интеграция данных из источников. Слой агрегации, где идет расчет агрегированных показателей. И слой повторных расчетов. Это слой тоже агрегатов, но тех, которые рассчитываются в приложениях и из приложений возвращаются обратно в QVD. Например, мы считаем P&L, финансовый результат, в ClickView. И он очень детальный. По каждой заправке у нас их, я говорил, больше полутора тысяч. И по каждому виду деятельности внутри АЗС. То есть это куча-куча EBIT, которая посчитана. Она считается в клике, проверяется в клике и сохраняется на слои обратно для того, чтобы повторно использоваться в других приложениях. Вот это про это. И слой приложений, с которыми работают пользователи, это только пятый слой в этой архитектуре. Вот эти четыре слоя на втором слое мы формируем семантический слой. То есть у нас очень важный момент. мы сразу пошли к тому, что у нас будет единый словарь для всех приложений, всех подразделений. И мы за этим следили сначала архитекторы, потом системные аналитики. То есть у нас, начиная с третьего слоя, все данные имеют уже словарь пользовательский. И пользователи могут с этим работать. И мы, начиная с третьего слоя к QVD слоям, это данные из больше чем 140 источников, подключаем бизнес-пользователей. То есть бизнес-пользователи умеют работать не только с приложениями и создавать в них свои диаграммы, закладки, отборы и делиться им друг с другом, но они еще могут подключаться к подготовленным данным в формате клика и из них создавать собственные приложения. И мы их этому учим. Они умеют из QVD создавать QVD-файлы и приклеивать к ним Excel. Это такой продвинутый софт-сервис. и так как здесь бизнес-данные, то пользователи не должны владеть разработкой, делать извлечение данных из источника, они не должны знать системную структуру источников данных. Они имеют уже готовый, как мы им говорим, магазин данных, из которого можно брать данные уже в тех названиях, с которыми они и так знакомы по приложениям и собирать собственные вещи. Для того, чтобы это работало, у нас создан так называемый аналитический сегмент в клике или песочнице сэндбоксы. У нас их больше 20, то есть каждое подразделение может заказать себе сэндбокс. Получить на сервере пространство, в котором можно создавать собственные приложения или, например, туда закопировать копию одного из продуктивных приложений, дальше его редактировать и получить доступ к третьему, четвертому слою QVD-файлов. Ну и также у нас есть комната данных, файловые ресурсы, куда можно выкладывать несистемные источники, Excel, CSV-файлы, для того, чтобы их подключать к клику. Вот такая история. Все это работало на одной компоненте и позволило силами буквально одного специалиста создавать весь конвейер обработки данных и визуализацию и единый словарь. Это очень быстро и очень дешево. И это можно использовать, даже если у вас есть хранилище, можно использовать это в качестве альтернативного конвейера для прототипирования комплексных решений. Это будет очень сильно быстрее и дешевле, чем делать это на промышленных инструментах. Вот эти четыре слоя внутри, они напоминают хранилище. И это то, что можно назвать логическим хранилищем. Здесь также нет дублирования данных. Здесь все как в хранилище устроено. Только это все хранится в файловом формате куведи. И вот мы за много лет сделали здесь критичные приложения, от которых зависит сдача постоянной отчетности, справки для топ-руководителей оперативные, бизнес-планирование, прогнозы. И это работает как часы. То есть у нас очень стабильный функционал. Но прошло время и пользователи захотели много всего. Они захотели доступ к слоям сырых данных, даже не только агрегированных. Они захотели запускать над ними расчеты, они захотели обозревать происхождение данных, и чтобы описание терминов не хранились в документации по приложениям, а были в едином месте собраны, и они управлялись. То есть если у нас есть какой-то показатель, то у нас не только есть описанная формула его расчета, но мы должны иметь бизнес-процесс изменения этой формулы. И он должен быть как-то системно автоматизирован. То есть если у нас была скидка по программе лояльности такая-то, мы изменили ее формулу расчета, и она в разных регионах стала разной, то у нас должен быть паспорт этого показателя, который должен по заявкам меняться, и управляться этим через систему. Вот этого захотели пользователи, потому что иначе у нас 250 приложений, это 250 пользовательских документаций, в которых рассеяны одни и те же показатели, и как они меняются, никто не может отслеживать. Это как бы уже зрелый опыт, и вы тоже, если у вас удачно будет развиваться BI, к этому придете. Нужно про это помнить всегда. Поэтому мы перешли к тому, что слои клика стали заменять на промышленные компоненты. Мы сделали, мы внедрили Hadoop, сделали сырой слой, в котором стали хранить больше данных, чтобы они всегда были под рукой. То есть не только данные, которые нужны для аналитики, но и те, которые про запас. У нас появилось промышленное хранилище, и у нас появилась целая система модулей управления данными. Но клик при этом остался. Клик остался в качестве BI-инструмента, каким он исходный был, и в качестве инструмента прототипирования, но уже на выходе из каких-то песочных, где используются R, Python и какие-то пакетные солверы и так далее. То есть инструменты продвинуты аналитики. Вот это нормальная эволюция BI, во что он может превратиться. Его можно использовать на ранней стадии без хранилища для создания очень дешево классных прототипов. И уникальность платформы клик в том, что клик умеет хранить данные, классно их обрабатывать и создавать до достаточно больших объемов, до многих терабайт промышленные конвейеры обработки данных. Они работают стабильно, мы это проверили. И потом это можно переносить уже на какие-то среды, которые работают. И сейчас мы когда переносим аналитику, мы не переносим отчетность, которая реализована, все эти финансовые расчеты, мы посчитали, что нам понадобится лет 20, чтобы их перенести. Настолько много в клике сделано. Но я привел пример. У нас есть приложение инвестиционное, в нем больше 500 тысяч формул. И это формулы типа модифицированные ИРР, там формулы три страницы занимает, или расчет NPV с какими-то фильтрами и так далее. И это переносить в хранилище достаточно накладно, и потом это поддерживать это еще дороже. Поэтому мы переносим те данные, которые нужны для дата-сайентистов в промышленные конвейеры. Это реально бигдата, очень много внешних данных, медиа данные, вот это все уже история за пределами BI. Ну и вот пример кейса, который реализован уже в новой архитектуре, где клик является только визуализатором, мы понимаем, что это вот клиентская аналитика. Собираем данные из внешних источников, из внутренних источников. Это и видеоизображения, это логи мобильных приложений, логи сайтов с промо-акциями, соцсети, где это возможно. И на этом идет расчет с помощью нейронных сетей разных сегментов. И клик только визуализирует это. Понятно, что такие кейсы уже не реализуются на BI-платформах. Но вот я говорю еще раз, что вы рано или поздно к этому придете, нужно быть всегда готовым. Платформа, к которой мы пришли, она уже комплексная. Если раньше все было на клик, то сейчас мы добавили очень много data governance, и это информатика сейчас у нас. И у нас появились компоненты для хранения, обработки данных промышленной и лаборатории data science, и все это интегрировано с кликом. не только мы к этому пришли, но и клик, как вендор, к этому пришел. Последние полтора года клик активно покупает компании, которые вот эти компоненты тоже дополняют, потому что они тоже хотят перейти на третий, четвертый уровень как вендор. клик. И клик вот Сергей Полихин будет рассказывать. Клик купил компанию от Unity, которая является одним из ключевых игроков в data integration. И это про интеграцию данных. Клик купил подиум data, и это каталог данных. И я думаю, что бизнес-глоссарий скоро появится, свою клик когда-то. В общем, вот эти картинки, которые у нас на информатике, клик их сейчас тоже постепенно создает, создавая такую комплексную платформу. Но мы как в песне Чижа про дополнительный 38-й не дождались и отправились по ламорельцам на других компонентах. Но в целом такая картина у вас тоже должна возникнуть по составу рано или поздно, если вы развиваете антическую платформу. И вот эти вещи, связанные с управлением данными, они нужны не для того, чтобы у вас data science заработал. Ему это не нужно. Это нужно для того, чтобы вам перейти с третьего уровня зрелости на четвертый. Потому что работа моделей, которые интегрируют десятки источников данных, чаще из которых внешние, и вы не можете им доверять автоматически, ее невозможно автоматизировать, исключить человека, если у вас нет промышленных инструментов контроля того, что происходит. Детального описания, логики всех изменений, оценки влияния, и это все про вот эти компоненты data management. Поэтому мы, переходя на третий уровень, сразу заложили переход на четвертый. Ну вот это про стратегию. И задачи, которые сейчас у нас решаются, они про управление данными и про хранилище. Вот это то, что за пределами BI. И вот эти вопросы, они у вас, даже при старте BI программы, вы про них помните. Что они у вас рано или поздно всплывут, и вам нужно их продумать. Вы можете заложить какие-то вещи в архитектуру вашей системы. Вот это фотография с ClickConnections в мае я ездил с телефона про то, что Click делает. Тоже есть аналитическое озеро данных, есть каталог данных, есть Big Data Index, есть все компоненты, которые дополняют вот эту картину, как я нарисовал, но уже на платформе Click. И я думаю, Сергей в конце дня вам это все в деталях расскажет очень красиво. Вот. Если вы не продумаете, то ваша аналитическая платформа будет вот такой. Да. Она, в общем-то, почти у всех компаний именно так и выглядит. Вот сейчас она так выглядит у Click'а, потому что они купили много компонентов, но это, как заказчики, это не ваша проблема. Вот Click, как вендор, там работают профи технически, они приведут это в гармоничный вид, потому что эти решения заработают как одна платформа. Но иметь это у себя, как у бизнеса, это не очень хорошо. Поэтому я призываю к тому, чтобы продумывать все заранее. Вот. Ну вот сейчас я пойду по вопросам. Постоянно задают вопрос, кто должен быть основным заинтересованным лицом. Заказчиком, стейкхолдером, тем, кто продвигает BI. Вот мой ответ в том, что это должен быть финансовый директор. Это наш опыт. Я сказал, что у нас финансовый директор изначально был заказчиком. И это я привез здесь. Это, в общем, практика западных компаний. Вот есть книжка хорошая, называется «Финансовый директор как интегратор бизнеса». Ее выпустила компания SAP. Это лучшее, что они сделали. Они выпустили эту книгу. Вот я очень рекомендую и там очень много кейсов, как это работает. И вот эта картинка, она из этой книги верхняя, про то, что в нашем сегодняшнем мире финансовый директор, он как раз должен быть интегратором бизнеса, интегратором данных и быть тем, кто оценивает риски и возможности компании через данные. И вот как это работает, там описано. И вторая концепция, модель Pricewaterhouse, про то, что стратегия финансового директора в том, что становиться деловым партнером. Это тоже подразумевает доступ к данным и иметь компетенции, иметь данные под рукой, иметь высокие компетенции в оценке бизнеса. У нас в 2011 году начался перевод функций финансового директора в отцо, ушли бухгалтеры, ушли казначеи, ушла управленческая отчетность постепенно и к нему стал, конечно, вопрос, чем ты будешь заниматься. Генеральный так и спросил, о чем ты мне вообще полезен будешь, как финансовый директор. Ну вот. И изучение материалов дало ответ и поэтому мы стартовали инициативу в том, чтобы собрать данные и дальше нарастить компетенции внутри блока CFO для того, чтобы в этих данных разбираться лучше, чем бизнес. И бизнес-инициативы оценивать лучше, чем они. Выступать независимым оценщиком, аудитором, тем, кто видит риски и видит возможности на основе данных. И поэтому CFO эту тему курировал со стороны BI и сейчас CFO выступает заинтересованным лицом в том, чтобы создавать озеро данных, иметь биг дату и иметь продвинутую аналитику. Это наша история. И я считаю, что это правильно вообще в целом для крупных компаний, потому что никто другой как финансовый директор этого в стратегии именно поддерживать решения на основе данных не имеет. Если это не происходит, значит у вас что-то пока не так. Это мое частное мнение. Я говорил, что это авторская кухня. Следующая история. В крупных компаниях всегда идет борьба за централизацию. И вопрос, делать ли единый BI или делать несколько BI возникает. Есть прекрасная статья McKinsey, довольно старая уже, называется «Модели корпоративного центра». И она говорит о том, что есть четыре модели корпоративного центра в крупных компаниях. И модель оператор подразумевает операционное вмешательство в бизнес своих подразделений, в бизнес-единиц или дочерних организаций, стратегический контролер уровень стратегии и так далее. финансовый холдинг, когда совсем разнородные бизнесы. То есть уровень контроля все более и более ослаблен. И вот исходя из этой логики, я бы рекомендовал крупным компаниям выстраивать управление данными и в частности BI. То есть в нашей компании корпоративный центр официально по стратегии для бизнес-блоков является стратегическим контролером. То есть ему данные не нужны, потому что он направляет в целом стратегию и готовит консолидированную отчетность. Поэтому логично, что у нас в бизнес-блоках появляются центры развития BI независимые друг от друга. У нас три бизнес-блока. Вот я представляю сбыт. У нас есть также добыча и разведка и есть блок переработки и логистики. И вот сегодня у меня коллеги будут выступать из другого блока. В нашем блоке больше 20 дочерних обществ. И наша дирекция ДРП выступает оператором по отношению к этим обществам. Вот на том уровне, как начинается оператор, там нужно централизовать инфраструктуру, централизовать управление данными и централизовать BI. Когда идет более слабый уровень, уже не нужно централизовать. Я расскажу позже, когда мы дойдем до центра компетенций. Я видел пример, как организована BI в крупном холдинге, у которого модель управляющей компании финансовый холдинг. Да, вот тоже интересный опыт. В общем, централизация на уровне того звена управления, где управляющая компания является оператором. Вот это ответ на вопрос. Центр компетенций по BI. Да, он обязательно должен возникать у вас. Как бы вы ни начинали с внешними подрядчиками, с квалифицированными разработчиками. Есть много плюсов в том, чтобы иметь внутренний ресурс. Он должен начаться с того, что у вас появится архитектор, который будет управлять единой архитектурой, распоряжаться тем, какие будут слои, какая разработает единую тему для всех приложений. Хотя бы, чтобы приложения выглядели похожим образом. Разработает состав подсистем, ролей, да, и будет это все этим управлять. Он же может выполнять контроль работы, приемку работ у подрядчиков, если вы используете внешний ресурс. Но когда у вас растет количество пользователей, они начинают задавать вопросы. Их нужно консультировать. Первое. Второе. Должна быть актуальная документация. Поэтому вам так или иначе понадобится методолог или системный аналитик BI, тот, кто ведет документацию и оказывает поддержку пользователям. И для того, чтобы аналитика работала, ей доверяли, у вас должна быть линия поддержки по качеству данных. Как мы это сделали в 2015 году? Мы создали, ввели одну позицию человека, который стал называться эксперт по качеству данных. И сказали всем пользователям, что у нас есть e-mail, куда можно писать data quality, data quality собака Gazprom Neft.ru. У нас есть линия в сервис-деске, куда можно писать. И все вопросы, все, что вам кажется неправильным в BI, ошибки, не вовремя пришедшие данные, вообще все, что вы не верите, пишите туда. Мы разберемся. И так как BI не система ввода данных, а система отображения данных, то эксперт по качеству данных, его задача была ничего не править. Задача была находить системную причину ошибки и либо объяснять пользователю, что он ошибся, ему показалось, и объяснять, почему. Либо эту причину ошибки устранять. Она должна быть автоматизирована. У нас на нижнем уровне учетных систем, большая часть систем это 1С, поэтому мы их дорабатывали. Первый год почти две трети ошибок уходили в доработку 1С. Делались более точные правила для полей данных, так, чтобы пользователи не могли ошибиться, в принципе, на уровне ввода данных. Потом стали возникать много проверок на этапе трансформации внутри клика. Потом стали возникать диаграммы проверки качества данных в приложениях, закладки качества данных. И сейчас это эволюционировало в отдельную систему качества данных. И эксперт по качеству данных со временем стал владельцем системы управления НСИ. Потому что большая часть задач перерастала в то, чтобы иметь корректные справочники, заводить новые справочники в систему, иметь корректные мэппинги. Да, и мэппинги с историей, то, что называется медленно меняющиеся измерения. Да, вот это все мы стали затаскивать в систему НСИ. Все, что пользователи ввели в Excel, то, что было прописано в коде, мы все это стали затаскивать в систему НСИ. И это все группа по качеству данных. Вот сейчас у нас 7 человек фулл-тайм занимаются качеством данных. И они очень сильно загружены. И это востребованная история. У нас после того, как мы ввели эту роль, у нас пошел резкий рост количества пользователей. Потому что доверие к данным возросло. Да, и вот это базовые роли, которые можно было бы ввести вам в центр компетенций для того, чтобы развивать BI. Разработчик BI вам тоже рано или поздно понадобится, потому что все время возникают потребности у бизнеса. И как я видел кейс, я был на Connections в Далласе в мае, и там выступали итальянцы, итальянский холдинг, который является финансовым контролером международного конгломерата, у которого больше 20 видов деятельности. То есть там один бизнес производит автобусы, один бизнес производит рабочую одежду, спецодежду, да, ну и так далее. То есть совершенно не связанные между собой бизнесы. И они как организовали работу с клик? Им нужно было управлять данными на уровне корпоративного центра. У них центр компетенций по BI занимается тем, что у них есть слои, так же слои, как у нас, но центр компетенций по BI разрабатывает только слои. То есть они делают только QVD файлы, а все приложения разрабатывают бизнес-блоки. То есть вот это тоже вариант. Зачем он еще нужен? Вот я перечислил, что минимизируется бюрократия, временные затраты и так далее. Ну и вот Форестер говорит, что нельзя для BI написать конечное ТЗ никогда, особенно на раннем старте работ. По двум причинам. BI дает уникальные связки данных, и у пользователя сразу возникает много идей, как эти данные изменить. Да, и требования меняются у ваших заказчиков. Это первое. Второе, если у вас что-то получилось в BI, заказчик сразу зовет своих коллег, и у них-то точно появляется очень много новых идей. И требования тут же изменяются. Поэтому, ну вот, даже в США, даже очень жадные страховые компании, американские банки, они создают центр компетенции для того, чтобы быть более гибкими, минимизировать бюрократию, минимизировать time-to-market для заказчиков. И вот эти плюсы я тоже здесь перечислил на слайде. Роли, которые у нас есть, и взаимодействия. Мы, кроме того, что у нас есть центр компетенции по BI, у нас есть роли в бизнес-подразделениях, которые очень важно выразить выращивать с годами. И эта роль методолога, если человек такой появляется, то он часть времени выделяет на работу с BI. И это очень сильно ведет к прогрессу в области задач. И у нас организованы 4 уровня обучения для пользователей. От базового пользователя до продвинутого пользователя, базового разработчика, именно с третьего слоя по четвертый, до продвинутого разработчика. То есть вот 4 внутренних курса, которые мы стали вести своими внутренними силами. И делать из пользователей так называемых BI-чемпионов. То есть у нас люди, которые прошли 4 уровень, они получали свою песочницу и могли разрабатывать приложение самостоятельно. Да, это очень важный селф-сервис. Для центра компетенции плюс в том, что они получают более сложные задачи от этого подразделения, потому что простые делает их BI-чемпион. Очень важно организовать бимодальную работу. Когда вы идете в прогрессе в аналитике, то Гартнер говорит, что у вас кроме команды, которая делает продуктив, должна появиться еще одна команда, которая делает что-то быстро. Не обязательно это промышленное, но это именно прототипы в интересах конкретных заказчиков. И вот BI-чемпионы очень позволяют на уровне BI такой функционал реализовать. Дальше стандартизация работы. То есть центр компетенции стандартизует работу. Очень детально у нас есть требования, по которым работают и внутренние разработчики, и BI-чемпионы, и внешние подрядчики. Да, и вот примеры документов и примеры того, что можно стандартизовать. Для того, чтобы дальше это превращалось постепенно в корпоративный стандарт ваша практика. Когда мы переходим к работе целевой, то BI-чемпион у нас появляется. Еще очень важная роль это дата-стюарт. Человек, который отвечает за данные и разрешает методологические вопросы. И очень важно стартовать с теми подразделениями проект, где вот такие роли есть. Люди, которые готовы брать на себя ответственность и драйвить проект, выделять на это время. То есть не вы за ним бегаете, а он сам за это выступает. И на зрелом уровне очень хорошо мониторить наличие таких ролей в каждом подразделении, делать тепловую карту. Того, что у вас везде есть чемпионы, здесь распорядители данных, стюарды. Да, и вот мы сейчас к этому переходим. Это позволит вам переходить дальше по уровням развития аналитики успешно. Когда мы переходим к более сложному ландшафту, вот то, что мы сейчас внедряем, то ролевая модель становится более сложной. Вот это роли, которые у нас сейчас есть в центре аналитических решений. Да, вот они такие. А это роли, которые возникают у заказчика. Это тоже продолжение, по сути. Можно эволюционировать из одного в другой. Это просто шаг в развитии. Очень большую роль мы уделяем на обучение пользователей. Они должны расти. И клик сейчас, вот об этом не говорит никто, но у клик есть очень важная программа, которая называется «Грамотность данных». «Клик дата литераси». И вот есть ссылка тоже. Там есть целый набор дисциплин, которые можно изучать. Мы разработали матрицу компетенций в аналитике для пользователей. И у нас есть постоянно внутренние курсы бесплатные для сотрудников, куда можно записаться и повысить грамотность. Не только в работе с BI, изучить другие инструменты, изучить мат-методы, с которыми работать с данными. И это позволяет выращивать заказчиков. Начинать нужно всегда с внедрения НЦИ. без этого система управления НЦИ. Без этого у вас проект не завершится успешно 100%. То есть вот эта система должна стать таким скелетом, на котором основана аналитика. И основные понятия, которые здесь есть, приведены. У Гартера это называется «мастер дата менеджмент», но у нас это называется «система управления НЦИ». И функционал, который здесь есть, у таких систем, он здесь перечислен. Эти системы на рынке стоят очень дорого, но мы, посмотрев много презентаций, написали то, что нам реально нужно и сделали это сами за несколько месяцев. Написали с нуля. Я сейчас форсирую. В общем, это оказалось несложно и недорого. И это работает, и это реально. Без этого аналитика, когда вы хотите идти вперед, она не поедет. Вы не обеспечите уровень доверия. Если у вас не будет места, где идет управление значимыми данными и запрещено редактирование этих данных во всех остальных системах. Да, у вас должна быть единая точка раздачи ключевых данных. Это вот эта система. Дальше часто задают вопрос, нужно ли стартовать с арма руководителя. Это прям такая тема для всех горячая. Все хотят порадовать топ-менеджеров. И я всегда как-то объяснял, почему этого делать не надо. Но вот мне повезло, я в марте был на докладе президента компании Корпораттор. Это партнер Клика с 2017 года. Они делают решение класса CPM, Corporate Performance Management. И вот он, есть вот ссылка, у меня есть презентация очень подробная его доклада. Он говорит, он впервые объяснил, почему не надо делать арма руководителя в BI. Он сказал, что топ-менеджеры, они их задачи другого плана, стратегические. И если они реально какой-то процесс организованы, то они его передают на уровень ниже. Мониторинг этого процесса. И сами топ-менеджеры, они заинтересованы в том, чтобы работать с отклонениями, когда что-то идет аномально, либо развивается какой-то новый бизнес. И в любом случае им нужно как можно больше нестандартной информации, каких-то комментариев, аналитики и так далее. И вот они делают как раз продукты, в которые клик встраивается, кликсенс встраивается, как часть, которая касается именно фиксированных дашбордов, которые делают функционал для топ-руководителей. И эти продукты похожи на личный кабинет инвестора. То есть, вот если вы торгуете ценными бумагами, вы представляете, вы заходите туда, у вас есть котировки акций, их много, вы смотрите на них, динамику, вы можете ставить какие-то алерты, но вы не на этом принимаете решение делать покупку или нет какой-то бумаги новой для вас или продавать ли текущую. Вы смотрите прогнозы, что говорят аналитики. Вы каким-то аналитикам доверяете, каким-то нет. Вы смотрите новости об этой компании, о ее конкурентах. Вы заходите в какую-то социальную сеть, пишите людям, которые тоже торгуют этими бумагами, консультируетесь у них. И, в общем, вот это тот функционал, который должен быть у топ-менеджера. Он должен иметь возможность общаться со своими советниками, он должен иметь возможность затягивать тематические новости, не обязательно с новостных сайтов, это могут быть какие-то вести, которые пишут его советники, и это все должно структурироваться вокруг показателей. Он должен иметь доступ к протоколам, к каких-то совещаниям и к исполнению их решений. И это не про BI. То есть BI является маленькой частью таких решений. Вот у нас за годы работы сменилось уже 4 поколения армов топ-руководителей. Они как бы очень круто выглядят, очень круто. Это самые лучшие с точки зрения дизайна приложения. Но у нас есть еще процесс управления жизненным циклом, и мы следим за эксплуатацией этих приложений. Вот хайп длится 2 месяца. Потом топы реально перестают их использовать. И вот это всегда такой опыт. Потому что им неинтересно смотреть на одно и то же постоянно. Им интересно, когда что-то меняется, то есть я считаю, что делать армируководителя полезно в том смысле, что впервые подразделения часто между собой договариваются про какие-то методики спорные, которые кросс-функциональные. И разработчики испытывают самые лучшие способы визуализации. Они делают инструменты, которые потом на годы нужны в других приложениях. Но по факту армируководители не используются. Вот мой опыт. Потому что это не класс решений BI. И для того, чтобы удовлетворить руководителя, вы должны использовать другой класс решений, которым BI является частью. Поэтому… Ну, еще я был в 2011 году на конференции, когда BI-директор Альфа-банка рассказывал про то, как его уволили с предыдущей работы. Он полтора года делал ARM топ-менеджера. И это было авиастроительной корпорацией. И топ-менеджер приехал на демонстрацию, гоняли приложение. И в какой-то момент паспортный показатель самолета вышел… Показатель самолета эксплуатации вышел за пределы паспортных характеристик. И топ-показатель сказал, я в это не верю. Никогда. И уволил всю команду на следующий день. Полтора года работы. Все в том, что внизу данные были непроверены. Поэтому наша тактика внедрения шла в том, чтобы идти от детальных данных, от детальных транзакций и автоматизировать работу специалистов, автоматизировать работу менеджеров низшего звена. Вот с этого. Это и приносит большой эффект компании. Потому что здесь очень много рабочих мест, которые можно оптимизировать. И из операторов превратить их в аналитиков. Операторов уволят, примут на работу людей, которые будут помогать развивать BI. Да, это первый очень успешный шаг. И мы постепенно шли к тому, чтобы поднимать уровень пользователей. И у нас в какой-то момент стали BI-приложения использованы на совете директоров. То есть прямо на большом экране по ним принимались решения по каким-то станциям, что продавать, что целыми кусками, блоками станции. Сдавать в аренду и так далее. То есть это тактические решения. Вот они дошли в таком виде. Но делать ARM не нужно на BI, какой бы он ни был. Следующая история. Нужно ли осматривать искусственный интеллект? Вот Data Science, когда мы пишем код руками, машинное обучение мы используем в готовой библиотеке. Искусственный интеллект, когда у нас эти библиотеки в ансамбле каком-то уже связанном работают, кажется, что это космос. Это очень далеко. И об этом не надо в ближайшие лет пять-десять думать вообще при старте BI проекта. Но вот ситуация меняется. И сейчас есть такая вещь, которая называется Augmented Analytics. Дополнена аналитика. И сюда входят вот эти вещи, которые здесь перечислены. И сейчас все BI-вендоры внедряют это в свою практику. Либо делают это своими партнерами. Элементы искусственного интеллекта появляются в BI-продуктах. И Сергей Полихин, я уверен, об этом тоже расскажет. Но я приведу некоторые примеры. У клика есть Click Insight Advisor. Такая штука, которая на основе машинного обучения, если вы построили модель данных, звезду или снежинку, автоматически генерит по ней дашборды. И вы можете и дает рекомендации по аномалиям в данных. Вы можете ставить им лайки или дизлайки. И модель будет сама обучаться. Она будет в итоге сама генерить вам дизайн приложения, как только вы построите модель данных, и сама будет выдавать подсказки, что у вас, например, по такой-то группе товаров идет аномальное падение продаж в таком-то регионе. Да, вы это глазами не увидите. Под этим лежит очень большая протянка данных. А эта штука их увидит, она автоматически настроена. Вы можете ее тюнговать. Это незначимо, а вот это значимо. И она постепенно вам будет давать значимые советы. аналитиков. Снизит время. Это уже элементы искусственного интеллекта. Вот есть ссылки. Опять же внизу можно будет потом посмотреть. Еще один элемент это компания партнер клика Narrative Science. Они делают экстеншн для клика, который к диаграммам и к таблицам делает текстовую расшифровку автоматически. Генерирует текстовую расшифровку. Ее можно рассылать в почте через анпринтинг в презентации как готовый текст. В идеале можно аналитическую записку автоматизировать, чтобы она текстом генерилась и отправлялась готовой. Очень много времени сэкономит. Click Inside Bot. Чат-бот, которым можно через чат строить графики, отправлять их по почте, делиться с коллегами и так далее. Это тоже искусственный интеллект. И вот здесь мне нравится такой вот фильм Terminator 2. и в нем есть как раз три характерных типа. Первый это люди. Они все время делают ошибки и косячат, и все хотят от них избавиться в автоматизации аналитики. Мы видим таких персонажей как раз в этом фильме. Они делают все плохое. Есть искусственный интеллект. Он делает все правильно, и он хочет избавиться от людей. Но мы его реально боимся, потому что он хочет это решить радикально. Так вот, дополненная аналитика это не то и другое. Это искусственный интеллект, который на службе людям, и он обучается и контролируется точечно. И он там тоже присутствует. И каждое его действие мы его полностью понимаем, потому что мы бы сами так же поступили, будучи на его месте. Даже когда он говорит отдай мне свою куртку и сапоги, мы полностью его понимаем, потому что он пришел голый в бар. Или он учится, к примеру, давай пять, или остоловиста бэйби. Он это изучает и дальше использует. Вот эта дополненная аналитика, она сейчас везде проникает в BI, и если вы стартуете BI проект, то вы должны ее включать в свою стратегию. Так или иначе эти инструменты попробовать. И вот это от Гархнер такой workflow, рабочий процесс в BI, и вот элементы дополненной аналитики, они автоматизируют часть этапов этого процесса. Вот, в целом на таком завершающем слайде собраны все полезные практики, которые можно применять при старте и введении BI проекта. Я их все здесь свел. Ну и книжки на русском языке про организацию работы, про то, как не делать ошибок, про эволюцию. Тоже они все есть, вы можете их посмотреть. Мои контакты. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Коллеги, может быть, какие-то вопросы остались к Ивану? Да, да. Я отправил сразу фотографию своим разработчикам, говорит, ну вот у нас в начале есть 4 человека, скоро будет 60. Знаете, какой вопрос, Иван, спасибо, очень интересный доклад. Вы рассказывали, что у аналитика есть на каждой заправке. Нет, да? А, офис только, да? Только офис, да. А, просто у меня как бы проблема, о которой мы сейчас думаем, когда детальная аналитика, много пользователей, как вот это совместить, используются ли какие-то… Я могу рассказать кейс 7-11 отдельно. Мы общались в США с директором по аналитике сети 7-11. Они довели до каждого магазина, у них 64 тысячи магазинов, клик, и я могу рассказать, как они используют. А, все это на кофе-брейте. Очень детально, да. Целый час мы его мучили. Могу только дополнить, что в России такие примеры тоже есть на уровне торговых точек аналитика. Еще примеры? Вопросы? Коллеги, спасибо огромное. Спасибо. Благодарим. Аплодисменты. Хочется, наверное, только… Иван, можно еще просто один вопрос тебе большой? А я слышу, что у вас есть ситуационный центр еще где-то. В другом блоке, да, в блоке логистики переработки. То есть еще и клик используются как панели, да, повесили? Да, да. Ну, у нас тоже сейчас есть проект, мониторинговый центр именно розничного бизнеса. И через некоторое время, я думаю, там что-то будет. Но там большой разрыв между желаниями заказчика и его компетенциями. Поэтому когда они придут к результату, это большой вопрос. Но мы с ними работаем. Коллеги, да, Иван, спасибо огромное. Коллеги, небольшой сейчас… Еще вопрос, да, Хорошо, еще один вопрос. Спасибо за доклад. Вот судя по датам начала всей этой истории, вы начинали с ClickView, перешли ли вы на Sense и почему? Мы на Sense не перешли пока что, но вот сейчас мы получаем лицензии. И если бы у нас не было аналитических песочниц, то нам не нужен был бы Sense, потому что у нас хорошо все работает на ClickView. Но Sense работает с R и Python, и это один из инструментов, которым мы будем пользоваться в песочницах. Ну и Sense может работать напрямую со слоями Hadoop, и мы это тоже будем использовать. Ну и может быть, если InsideBot заработает на русском языке, то это тоже то, что нам интересно. Ну и также у Click есть сейчас ClickData Catalyst, каталог данных, и мы могли бы, конечно, разбирать все наши запасы, сотни тысяч таблиц, которые у нас обрабатываются в ClickEast с помощью информатика дата-каталога, но если бы ClickData Catalyst, который тоже больше на ClickSense ориентирован, разобрал это автоматически, то это было бы для нас тоже очень хорошо. Мы бы сэкономили пару лет работы. Последний вопрос, а то у нас уже Coffee Break. Спасибо за доклад. Еще разок. Вопрос по Sensor. Вы их будете использовать под Windows или под Linux? Сейчас смотрю, появился новый Click, который под Kubernetes. Очень интересно, но пока не очень понятно. Я думаю, что и то, и другое. Для конечных пользователей у нас есть проекты BI, которым нужно встраивать BI в порталы, например, в SharePoint, и это работает под Windows. И есть история с Data Science песочницами, которые через DevOps среду в контейнере разворачиваются под Linux, и логично там использовать версию под Linux. У нас большая компания, много задач, поэтому все, что можно. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Продолжение следует...